человек непосредственно охотишься с арбалетом понимающий что это такое вот что-то может сказать например про этот арбалет но я не берем хороша вот эта же система мы такие арбалеты как бы производили сертифицировали я найду арбалет с обратными плечами то есть компактная конструкция скоростные характеристики высокие вот эта система на есть и был папы есть классическая как система это все заточено как бы там на удобство на компактность арбалет самое важное во всем этом узле это вот этот узел планка вивер ли пикатини который крепится она должна быть хорошо сконструирована крепкая не иметь никаких люфтов в некоторых моделях там американских они есть там подвижные ходят вместе с блоком но это вот прецензионная точность который все это собирается потому что прицельное приспособление которые сюда вешаются они должны держать настройки выстрел казалось был не такой там громкий там и сильный как с ружья 12 калибра но вибрации но многие смотрели замедленное видео луков арбалетов это очень сильные вибрации поэтому различные виброгасители там и стоять системы они на луках арбалет их используется поэтому этот узел который обеспечивает крепление прицельных приспособлений важно чтобы он был надежный и крепкий усы и да но он здесь не усы им как он спусковой механизм фиксирующий кто же должен быть надежный система предохранителей она должна быть я считаю там двойная лучше тройная тройная роман только на темпоинтах встречал да вот от дурака соответственно когда не вставленная стрела на темпоинтах дублируется в области цевья еще и сам предохранитель который есть вот в этой области вот ну и соответственно блоки если это блочный арбалет они должны быть синхронизированы скажем так мочь синхронизироваться удобно да мы это делаем но скажу есть разные способы не обязательно загонять все это в пресс мы чуть подтянули зафиксировали здесь какими-то штифтами блоки ослабили систему подкрутили тросы тетивы выровняли блок но самый такой простой способ то есть иметь такую возможность в конструкции арбалет это важно для синхронизации блоков и стабильного прихода тетивы фиксирующие элементы спускового механизма это нужно для стабильности ну и соответственно арбалеты которые классифицируются как стрелково-метательное оружие у них характеристики более мощные соответственно система натяжения они либо интегрируются в приклады либо куда-то они должны быть потому что руками такие арбалеты ну не натягиваются но с обратными плечами это сделать сложно с классической компоновкой либо рекурсивный арбалет люди пытаются это делать этого делать нельзя потому что миллиметр смещения тетивы в посадке спускового механизма будет приводить к погрешности выпуску вот всегда это надо делать либо натяжителем либо какой-то лебедкой либо еще чем